Привет, YouTube! И сегодня я расскажу вам про блогершу Сашу Брайан, которая клянчит у своей аудитории деньги. Про приключения сына чувашского чиновника, который устроил охоту на свою учительницу за плохую отметку. И про активистов, которые борются с использованием косметики в порте картины художников. Ну что, давайте будем затягивать и поехали. У нас сегодня интересный выпуск. Кажется, в мире инфобизнеса новый тренд. Блогеры придумали новый способ собирать с подписчиков денежку. Если раньше в ход шли всякие разные гайды, чек-листы по цене стаканчика кофе, то теперь над ними даже можно не заморачиваться. Ребята просто просят перевести деньги сразу на карту, чтобы от рубля стал день светлее. Вот, к примеру, недавно Саша Брайан решила взять и насобирать себе деньжат на колечко. Ну а что, вон у Блиновской же год назад прокатило. И, к примеру, Блиновской уже последовала и Ира Подрец, и Дана Борисова. В соцсетях писали даже, что кто-то из блогеров просил у подписчиков деньги на пуховик и даже на баню. Мы очень надеемся, что это Степ, но если, правда, видели у кого-то такое, то обязательно пишите в комментариях. Так вот, давайте вернемся к Саше Брайан. Она решила попросить у своих подписчиков, а их вообще-то уже больше двух миллионов, подарок. Тем более, и повод есть. У Саши день рождения. Я мечтаю о подарке. Я мечтаю о подарке от вас, мои подписчики, мои друзья. И я хочу, я прошу, чтобы вы по этому номеру карты скинули мне сколько хотите, сколько хотите, чтобы поздравить меня, сколько считаете нужным. И я куплю на эти деньги кольцо, о котором очень мечтаю. Раньше я бы очень сильно стеснялась попросить, да я никогда бы не сделала. Но сейчас мы растем вместе с вами. И я хочу это сделать и показать вам, что тоже так возможно. Ага, то есть Саша нам как бы объясняет, что не просто попрошайничает, а прорабатывает тем самым страх просить подарки. Вот как, окей. Колечко она, кстати, захотела не абы какое, а от карте, из белого золота, да еще и с бриллиантом. Наверное, для лучшей проработки своих страхов. Ну, а чтобы мотивировать аудиторию скидывать money, Брайан решила провести акцию. Мол, вы мне переводите денежку, а я рандомно возвращаю кому-то в пять раз больше. Я всегда живу по закону, что нужно делать и поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И поэтому я выберу пять человек из тех, кто переведет мне на подарочек и отправлю вам в пять раз больше от вашей присланной суммы. Я считаю, так будет честно, так будет радостно, и мы порадуем большое количество людей в мой праздник. Не пустая трата денег, а инвестиции. Ну, вы поняли. Вот только Саша ни слова не сказала про критерии выбора, если он вообще будет. Можно же не париться и просто взять тех, кто скинул меньше всего, и судя по этим скринам, так и есть. Ну, в общем, хотела как лучше, а получилось как получилось. Брайан из-за своей этой инициативы словила кучу хейта. Но ее это не сильно окорчило, ну, потому что, ну, как бы, это же все от зависти. Здесь раскроют страшную тайну, в которой не признается ни один хейтер и ни один человек, который вливает на другого человека негатив. Почему он это делает? Потому что он не может так. Он не может так, но хочет, но не может. Но дело в том, что он даже себе в этом признаться не может, что он хочет так. Понимаете? Так что, когда на вас льют говно или какой-то негатив, подумайте и поймите, из-за чего это происходит. Но даже этот глубокий философский спич не тронул холодные сердца хейтеров. Поэтому Саше пришлось быстренько переобуваться и прямо на ходу менять сценарий. И уже через пару дней выяснилось, что деньги ей были нужны не только на колечко, но и еще, внимание, сюрприз, на благотворительность. Вот так вот, зацените, какой ход. Эта девушка подписана меня с 2018 года. Она мне прислала поздравления, сказала, что очень бы хотела меня поздравить, но не может, потому что она не может ходить. И мало того, что не может ходить, у нее даже нет инвалидной коляски, чтобы выйти на улицу и гулять. То есть, она просто даже не могла выйти на улицу и видеть свет. И денег на аренду этой инвалидной коляски у нее не было. Ну и, собственно, добрая Саша эту коляску девушке подарила. На те деньги, что собирала на картье. В общем, друзья, ситуация со всех сторон очень странная. Понятно, что благотворительность – это хорошо, помогать людям важно и нужно. Если Саша действительно помогла человеку, огромный ей за это респект. Не знаю, как у вас, а у меня сложилось впечатление, что она просто не справилась с наплывом хейта и решила выехать на самой беспрекрашной теме. Потому что с самого начала не было ни слова ни про девушку, ни про помощь ей. Зато очень много слов про кольцо, деньги и зависть. Мне, короче, советую с вами как правильно поступить. Есть вариант, что я возьму сумму, которую вы прислали, и добавлю и куплю подарок от вас. Но, блин, меня ничего не смущает, кроме того, что это получится не полностью подарок от вас. Я хотела, чтобы именно от вас, потому что добавлять деньги нечестно, свои. Ну, либо есть варик, еще разок выставить карту. И как раз есть куча людей, которые такие, а мы не успели, Саша, как это сделать? И чтобы они меня поздравили, кто хочет это сделать. И я купила подарок чисто на деньги от вас, подаренные вами. Рассудите, пожалуйста, вот сейчас как скажете, так и будет. Либо я сама добавляю деньги и оплачиваю подарок, либо я разрешаю еще дополнительно подписчикам додарить и купить подарок полностью от вас. Решайте. Без колечка с бриллиантом Брайан в итоге себя не оставила. Правда, поговаривают, что ей пришлось все-таки за него доплатить. Вот, как говорится, и рыбку съел, и кольцо от Кортье купил. Да? Так, давайте мы с вами вернемся из мира виртуального в мир реальный. А здесь творится вот что. В Чебоксарах старшеклассник возомнил себя героем блокбастера и устроил самую настоящую слежку за своей учительницей географии. Конечно же, все это снималось на камеру и сопровождалось нелестными комментариями. Третья часть. Третья часть шоу «Следим за ш**ами». Сегодня в нашей программе «Главная ш**а странная». Вот единственное, за что сейчас обидно, я соляру трачу на эту ш**у. Вот единственное, блядь. Ты понимаешь, насколько это пи***ц? Типа, у нее нет мужика, который даже будет и банально босить. Это же вообще пи***ц. На какой степени нужно быть уродовым раземом, чтобы такой пи***ц заниматься? Вот честно, знаете, когда я это увидела, я просто охренела. Ну правда, это вообще, ну что это за жесть? А потом начала разбираться и оказалось, что на видео не просто школьник отморозок, а 18-летний выпускник Одесского корпуса Георгий Татур. А по совместительству еще и сын одного из крупных местных чиновников, который сидит ни много ни мало в кресле главы Росреестра Чувашии. Неловко вышло. Видимо, невыскопоставленный отец не годы к одесской дисциплине не смогли привить Гоше воспитание. Но, как говорится, жизнь научит. Представьте себе, просыпается он, а его лицо во всех СМИ. Кстати, причина ненависти к учителю банальная – оценки. Но вместо того, чтобы их исправлять, Гога, он же Гоша, он же Жора, занялся куда более важным делом – решил отомстить. Выяснить и слить в сеть адрес преподавательницы. Все, мы сейчас даже выясним, в каком она подлезет, Жор. Подъем, подъем, подъем. Все! Логово шлюхи! Не знаю, кому и что он пытался этим доказать, но после того, как спустя полгода это видео завирусилось в телеге, доказывать пришлось свою собственную адекватность. Ольга Николаевна, здравствуйте. Сегодня в телеграм-каналах появилось видео, которое я по глупости записал чуть больше полугода назад. Уважаемая Ольга Николаевна, это было низко и подло с моей стороны. Сказано, конечно, не имеет ничего общего с действительностью. Наговорил чушь из-за мелкой школьной обиды на оценки. И очень сильно вас подвел. Вы замечательный педагог и человек. Если сможете, то простите меня, пожалуйста. Оправдываться пришлось и старшему Татуру. Он отправил преподавательницу смс-ку и отчитался перед СМИ. Мол, сынок, конечно, не прав, но это все мальчишеское дурачество виновата. Не судите строго. Представляю, как стыдно был отцу. Чиновник, кстати, заверил, что он очень жестко поговорил с сыном, и тот все понял. Вроде бы. Ну что, друзья, учительнице глубоко сочувствуем, ну а мы едем дальше. И пока одни мечтают стереть свои имена из СМИ, другие отчаянно норовят туда попасть. Вот, например, в Петербурге, в пространстве Севкабельпорт, две активистки облили дубликат картины Бэнкси чем? Кремом от прыщей. Хотите знать зачем? Так вот, они решили призвать женщин отказаться от косметики. Офигеть. В чем провинилась картина? Бэнкси пока непонятно. Причем пострадал даже не оригинал, а копия картины стрит-арт художника. Какая-либо логика тут тоже не прослеживается. Но перформанс эффектный, конечно же, ничего не скажешь. Да и тему девчонки выбрали, скажем так, актуальную. Даже не буду перечислять, сколько акций протестов прошло против тестирования косметики на животных. Одно только видео с кроликом Ральфом чего стоит. После него все массово принялись опустошать свои косметички. Я тоже не осталась равнодушна, признаюсь, и сняла отдельный выпуск про Ральфа. А еще, кстати, пару лет назад был целый тренд на косметическое голодание и скин-фастинг. Это когда вместо десятиступенчатого ухода за кожей оставляешь там, не знаю, одно-два средства, или вообще полностью отказываешься от мувашек и какой-то декоративной косметикой. Но лично я не люблю гневную пропаганду отказа от косметики. Ну, потому что считаю, что женщина вправе сама решить, рисовать ей стрелки или нет. Наращивать ли ей волосы или нет. Любить ли свои густые брови такими, какие они есть от природы, или придавать им, не знаю, форму. Но тут есть четкая грань. Одно дело, собственное желание и выбор, и совсем другое, это зависимость. Когда без косметики и ровного тона ты просто перестаешь себя любить и вообще узнавать в зеркале. И это я еще молчу о навязанных идеалах красоты, соответствовать которым иногда просто опасно для здоровья. Говорить о проблемах надо, но непонятно, стоит ли при этом портить картины. В последние месяцы по всему миру проходят акции с их порчей. Так в Лондоне эко-активисты вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи». В Пуздаме картофельным пюре облили полотно Клода Мане. А в Риме была испорчена еще одна работа Ван Гога «Сиятель». Во всех этих случаях активисты еще и приклеивали свои руки к стенам. И целями их атак становились оригиналы картин. И если честно, я вот не уверена, что такие акции могут помочь эффективному решению проблем экологии, климата или стандартов красоты. Но привлекают внимание, это точно, как акт, не знаю, наверное, какого-то вандализма, да? Вряд ли кто-то всерьез откажется от косметики или начнет сортировать мусор после того, как увидит нечто подобное в новостях. Ну и, конечно, очень жаль все эти картины. Ведь это искусство, которое хранили для нас многими поколениями. Едва ли Ван Гог мог представить, что его картина станет предметом гнева эко-борцов и в нее полетит суп. Тут мы с вами подходим практически к философскому вопросу. А что важнее, забота об экологии и здоровье или всемирно известная картина? И есть ли тут вообще хоть какая-то связь? Вопросы одни вопросы. Ну а тем временем, друзья, этот ролик подошел к концу. И я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся совсем скоро. Надеюсь, еще в этом году, но, возможно, уже в следующем. Не уверена. В общем, в любом случае, я вас всех очень люблю. С наступающим вас Новым Годом! Не грустите, радуйтесь, наряжайте елки, покупайте подарки. Всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok